Мир сегодня переживает наложение целого ряда циклических кризисов. Самый тяжелый из них – это технологический кризис, связанный со сменой длинных волн в развитии экономики. Это периоды, когда экономика меняет свою технологическую структуру. Тот технологический уклад, который вел экономический рост последние 30 лет, себя исчерпал. Нужен переход к новой системе технологий. Этот переход до сих пор всегда проходил, к сожалению, через войну. Так было в 30-е годы, когда Великая депрессия сменилась гонкой вооружений и вылилась эта гонка вооружений во Вторую мировую войну. Так было в период Холодной войны, когда гонка вооружений в космосе породила комплекс информационно-коммуникационных технологий, который, собственно, стал основой того технологического уклада, который вел мировую экономику вверх в течение последних 30 лет. И вот сегодня мы сталкиваемся с аналогичным кризисом. Мир переходит к новому технологическому укладу. И хотя этот уклад носит гуманитарный характер, и можно было бы обойтись без войны, потому что главными носителями роста в этой длинной волне является гуманитарная технология. Это здравоохранение и фармацевтика, основанная на биотехнологиях. Это те же информационно-коммуникационные технологии, которые сегодня совершают рывок на базе нанотехнологий. И это когнитивные технологии, определяющие новую сумму знаний у человечества. И если бы мы смогли разработать общую программу развития, что, собственно, президент Путин постоянно предлагает, предлагает общую зону развития с приоритетным торговым режимом от Лиссабона до Владивостока. Вот если бы мы с Брюсселем договорились, как предлагает президент Путин, создать общую экономическое пространство, общую зону развития, мы могли бы найти достаточное количество прорывных проектов, начиная от здравоохранения и заканчивая отражением космических угроз. Которые бы загрузили наш научно-технический потенциал. И создали бы тот комплекс государственного спроса, который бы подтолкнул, дал бы инициирующий импульс для подъема нового технологического уклада. Но американцы пошли по привычному для себя пути. Чтобы сохранить лидерство, они снова раздувают войну в Европе. Война в Европе для американцев это всегда хорошая война. Они так и называют нашу Вторую мировую войну, где погибли 50 миллионов человек в Европе и в России, называют ее хорошей войной. Она для американцев была хорошей, потому что американцы в итоге этой войны вышли в мировые лидеры. Для них хорошей была и холодная война, которая закончилась распадом Советского Союза. И вот они в очередной раз за счет Европы хотят сохранить лидерство, которому угрожает Китай, стремительно поднимающийся. И мир сегодня переходит к еще одному уже политическому циклу накопления. Этот цикл связан со сменой глобальных институтов регулирования экономики. Он идет веками, и сейчас мы переживаем переход от американского цикла накопления к азиатскому циклу накопления. Это еще один кризис, который бросает вызов американской гегемонии. Американцы для того, чтобы сохранить лидерство в конкуренции с растущим Китаем и другими азиатскими странами, затевают войну в Европе для того, чтобы ослабить Европу, развалить Россию, починить себе весь евразийский континент. То есть вместо зоны развития, которую предлагает президент Путин от Лиссабона до Владивостока, устроить хаотическую войну на всей этой территории, поссорить всех со всеми, обесценить капиталы европейские, списать долги, которые американцы сегодня под бременем государственного долга уже разваливаются, списать то, что они должны России, Европе, починить себе наше экономическое пространство, установить контроль за ресурсами гигантской евразийской территории. И только таким образом они считают, что они могут сохранить гегемонию в мире, обыграть Китай. И, к сожалению, американские геополитики, которых мы видим на экранах, они как будто с 19 века. Они мыслят категориями геополитической борьбы Британской империи. Разделяя власти, властвуй, ссорь между собой народы, стравливай их, развязывай мировую войну, и ты выиграешь. Это британская старая политика, которую американцы, к сожалению, продолжают для решения своих проблем. И жертвой в этой политике выбрана Россия, а главным орудием войны выбран, к сожалению, народ Украины, из которого здесь делают просто пушечное мясо, делают жертву из Украины для раздувания новой мировой войны. Во-первых, американцев все время били по Украине для того, чтобы оторвать от России. Здесь они опять же идут последовательно с времен Бисмарка. Это европейская антироссийская традиция. Сводилась к тому, что нужно Украину оторвать от России, рассорить Украину с Россией, и тогда можно завладеть всем евразийским пространством. Впервые эту идею высказал Бисмарк, затем ее подхватили англичане. И, наконец, сейчас в устах главного американского политолога Бжазинского мы много раз слышим этот тезис, что Россия без Украины не может быть сверхдержавой, что если Украину рассорить с Россией, то от этого выиграет Америка, выиграет Запад. И американцы последовательно все 20 лет выращивали украинский нацизм. Украинский нацизм направленный против России. Как вы знаете, они после Второй мировой войны пригрели у себя недобитых бандеровцев. Они вывезли в Америку несколько десятков тысяч украинских нацистов. И в течение всего послевоенного времени заботливо их выращивали, лелеяли. И после распада Советского Союза эта эмигрантская волна обрушилась на Украину. Они бьют последовательно Украину для того, чтобы ослабить Россию. В этом главная задача. И в качестве приманки была использована идея восточного партнерства, которую высказали поляки и подхватили американцы. Суть восточного партнерства, жертвами которого стала сначала Грузия, а теперь уже Украина, а дальше будет еще Молдавия, заключается в том, чтобы оторвать эти бывшие союзные республики от России. Как вы знаете, мы строим таможенный союз и единое экономическое пространство с Белоруссией, Казахстаном, к которому присоединяются Киргизия и Армения сейчас. И Украина была нашим постоянным партнером. Украина до сих пор живет в условиях ратификации соглашения о едином экономическом пространстве с Россией, никто этот договор на Украине не отменял. И нам Украина важна как часть нашего экономического пространства, веками сложившиеся связи, кооперация. Наш научно-промышленный комплекс создавался как единое целое. Поэтому для Украины вполне естественным и жизненно необходимым является участие в евразийской интеграции. Так вот, для того, чтобы воспрепятствовать этому участию в евразийском интеграционном проекте, придумали восточное партнерство. Смысл восточного партнерства – создать ассоциацию с Европейским Союзом. Что такое ассоциация, которую подписал Порошенко с европейскими лидерами? Это превращение Украины в колонию. По соглашению об ассоциации Украина теряет свой суверенитет. Она передает функции торговли, таможенного регулирования, технического регулирования, госзакупок, финансового регулирования в Брюсселе. Украина перестает быть суверенным государством в экономике. Она перестает быть суверенным государством в политике, потому что в соглашении об ассоциации четко записано, что Украина – это младший партнер Европейского Союза. Украина следует общей оборонной и внешней политике Европейского Союза. И в разрешении региональных конфликтов Украина обязана участвовать под руководством Европейского Союза. То есть Порошенко делает из Украины колонию Евросоюза. Он втягивает Украину в качестве пушечного мяса в войну с Россией с целью разжигания войны в Европе. Для этого, собственно говоря, и навязано было это соглашение об ассоциации, которое заставляет теперь европейские страны руководить Украиной в решении региональных конфликтов. То, что на Донбассе происходит – это региональный вооруженный конфликт. Поэтому смысл американской политики заключается в том, чтобы было как можно больше жертв. Орудием этой политики является нацистская хунта украинская. Они совершают бессмысленные по своей жестокости преступления, бомбят города, убивают мирных жителей, женщин и детей, вынуждают их уходить с насиженных мест только для того, чтобы спровоцировать Россию на войну. И затем втянуть в войну всю Европу. Это миссия Порошенко. Поэтому Порошенко не идет на мирные переговоры. Поэтому он заблокировал все мирные инициативы. И стоит только из Вашингтона сказать о деэскалации конфликта, он это понимает как приказ, наоборот, по эскалации конфликта. Вспомните, все мирные инициативы, которые на международном уровне происходили, обращивались новым витком конфликта. И мы должны это понимать, что перед нами нацистское государство, заряженное на войну с Россией, в котором объявлена всеобщая мобилизация всего мужского населения от 18 до 55 лет. Всех ставят под ружье, а кто не хочет 15 лет тюрьмы. Это нацистская преступная власть, которая делает преступниками всеукраинское население. Мы посчитали, Европейский Союз от санкций против России, которые навязывают им американцев, если посчитать по полному кругу этих санкций, теряет порядка триллиона евро. Это огромная сумма. Уже европейцы несут потери. Уже идет падение сбыта товаров в России, довольно ощутимое. Германия, скажем, теряет порядка 200 миллиардов евро. Больше всего, кстати, теряют самые наши оголтелые друзья. Это Прибалты. Скажем, ущерб для Эстонии больше, чем есть объем ВВП Эстонии. Ущерб для Латвии будет примерно половина ВВП Латвии. Но это их не останавливает. Европейские политики идут на поводу у американцев и не понимают, что творят. Они провоцируют нацизм, провоцируют войну и при этом наносят ущерб сами себе. Я уже говорил о том, что жертвой этой войны, которую раздавают американцы, является Россия и Украина. Но жертвой является и Европа. Потому что война нацелена и против Европы, против европейского благополучия, на дестабилизацию ситуации в Европе. Американцы, как и раньше, рассчитывают, что европейские капиталы, европейские умы будут притекать к ним, если в Европе будет плохо. Поэтому они поджигают войну во всей Европе. И очень странно, что европейские лидеры идут у них на поводу. Ну вот теперь по поводу давления со стороны НАТО и Старой Европы. США оказывают серьезное давление на страны НАТО. И пострадал французский банк, угрожающая отчетность по устойчивости Дочи банка обнародована. Стоит ли России надеяться на то, что Старая Европа устоит перед таким давлением и сможет перейти к самостоятельной политике? Да, мы, конечно, не просто должны на это надеяться. Мы должны работать с европейскими лидерами нового поколения, которые свободны от американского диктата. Дело в том, что за годы послевоенные и холодной войны в Европе сложилась антисоветская политическая элита, которая затем очень быстро стала антироссийской. И, несмотря на резко расширившиеся хозяйственные связи, огромные экономические интересы, которые связывают сегодня Европу и Россию, Европа наш главный торговый партнер, эта русофобия, основанная на антисоветизме, еще остается в мозгах многих европейских политиков. Должно, видимо, смениться поколение европейских политиков для того, чтобы к власти пришли прагматичные, понимающие свои национальные интересы люди. Сейчас мы видим, что европейские политики действуют вопреки своим интересам. И во многом это связано еще с тем, что Германия, являющаяся локомотивом европейского роста, по-прежнему оккупированная страна. По-прежнему в Германии американские войска. По-прежнему канцлер Германии каждый раз дает клятву на верность американцам, чтобы следовать к элеваторе их политики. Вот сбросить эту американскую оккупацию этому поколению европейских политиков не удалось. Хотя Советского Союза больше нет, но они маниакально продолжают идти вслед за Вашингтоном в расширении НАТО, захватывании все новых и новых территорий под свой контроль. Хотя уже они, по-моему, явно получили полную аллергию от восточноевропейских своих новых участников Евросоюза. Евросоюз уже трещит по швам, но это не мешает им дальше продолжать агрессию, наступление на постсоветскую территорию. Новое поколение, я думаю, будет более прагматичным. И последние выборы в Европарламент показали, что далеко не все европейские граждане оболванены этой лживой, проамериканской пропагандой, антироссийской пропагандой, этой потоком лжи, который льется сегодня на голову несчастных европейцев. В Европарламенте традиционные европейские партии получили поражение на этих выборах. И я уверен, что чем больше мы будем говорить правду, чем мы будем настойчивее, тем больше будет реакции. Потому что происходящее на Украине – это возрождение нацизма, это возрождение признаков фашизма. Европа помнит катастрофу Второй мировой войны. Нам нужно пробудить эту историческую память, чтобы они увидели в украинских нацистах, которые сегодня у власти в Киеве, продолжателей дела Бандеры, Шухевича и прочих гитлеровских пособников. Ведь украинские власти открыто ведут свои идеологические корни к пособникам Гитлера, которые сжигали евреев, расстреливали бабьям евреев, сжигали украинцев, белорусов в Хатыни, уничтожали всех без даже различий по национальному признаку. Этот нацизм сегодня возрождается, и европейцы должны в этом чудовищном Франкенштейне увидеть свою гибель. Я думаю, что если мы будем последовательны и будем говорить правду, доводить ее до каждого по возможности, желающего правду знать, то мы сумеем Европу остановить от этой угрозы войны. Самое главное – освободиться от зависимости, от внешней зависимости. Сегодня Россия в своей финансовой системе, к сожалению, очень зависима от иностранного капитала, не столько даже иностранного по сути, сколько по форме. Мы, имея открытую экономику, изначально полагались на иностранные инвестиции. А дело закончилось тем, что наши инвесторы ушли за границу. Практически мы теряем 100 миллиардов долларов сегодня каждый год, которые уходят от налогов в офшорные зоны. И под видом иностранных инвестиций получаем лишь часть тех денег, которые из России утекают. Нам нужно создавать свою суверенную финансовую систему, свою денежно-кредитную систему, которая позволяла бы, опираясь на собственные силы, давать в экономику столько ресурсов, столько денег, сколько необходимо для экономического роста. Нужно прекратить отток капитала, нужно усилить банковский и валютный контроль, для того, чтобы прекратить эту безумную офшоризацию нашей экономики. Нужно восстановить способность к стратегическому планированию, долгосрочным программам. И самое главное, поднять новый технологический уклад. Для этого нужны специальные меры по стимулированию инновационной активности, по стимулированию инвестиций в новый технологический уклад. Ну и самое главное, это создать финансовый механизм экономического роста, о котором я говорил. Мы можем сами за счет собственных внутренних ресурсов иметь долгосрочные дешевые кредиты, в поисках которых сегодня наши бизнесмены обращаются за границу, закладывают свое имущество, потом заграничные банки пересматривают условия кредитов, и мы каждый раз на новом витке кризиса оказываемся в условиях угрозы конфискации российского имущества иностранными кредиторами. Для того, чтобы этого не было, нам нужно выстраивать свою суверенную денежно-кредитную и макроэкономическую политику.